Продолжаются ласты Продолжение следует... Продолжение следует... Плюс еще, конечно, у гарнитуры звук такой ламповый, олдфажный, как это, низкий. Ебать, чуть холодильник по башке не прилетел, или что ты такая... Вот, у Рейзера, конечно, звук был немножко более сочный, но ничего, еще осталось примерно месяц ждать, блять, когда вернут за него деньги. Я так думаю, что вряд ли они его починят, что отстойно. Меня устраивало в Рейзере, в общем-то, все, кроме того, что он сломался. Паршивый ублюдок, гребаный китайцы. Да и вообще, в микрофон говорить это, знаете ли, ну, немножко попроще, чем в гарнитуру, потому что уровень звука можно регулировать, приближаясь и отдаляясь от микрофона, а не только тональностью. То есть, например, в скримерах ты взвизгиваешь, как сучка, отшатываешься, то есть, естественным образом, ты в момент своего визга отдаляешься от микрофона, и поэтому, да ёб твою мать, слышно тебя немножко похуже. А когда ты в гарнитуре, тогда твой вскрик как бы перегружает мембрану микрофона, скажем так, и получается не очень камерфо. На этом лекция о плюсах USB микрофонов закончена, давайте погрузимся теперь. Погрузимся в игру, в которую мы погрузились в воду. А, по подвалу, по боссоному надо пройти наверх к Элли. Хорошо, что зомбари из воды не выпрыгивают, хотя я бы здесь, если бы я делал игру, они бы, блядь, выскакивали так, что, мама, не горюй. У меня бы отсюда в сухих штанишках никто не ушёл. Так бы обойти эти ворота. Ну попробуй, блядь, я посмотрю, как ты их обойдёшь. Я чё-то тут обхода так-то не вижу никакого. Держи своё что-то там. Нырять или погружаться, что-то там ещё. Накаляк, она не очень у меня. Некоторые слова, которые на уроках английского вряд ли пройдёшь. Вообще в комментах почитаешь, так как будто, блядь, одни сука англичане на канале собрались. Одни знатоки английского. А между тем, когда человек, действительно знающий английский, просит что-то перевести, он всё равно открывает фонарь. Потому что некоторые слова даже учителя не знают. Невероятно, но факт. Учитель английского не знает английский настолько хорошо, чтобы переводить. Ну, поэтому переводчики получают свою немаленькую зарплату. Потому что они сходу способны всё это перевести. Я чё-то, блядь, не понимаю, с какой стороны я должен обойти этот завал. Тут нырнуть надо было до градации ещё. Хочу вам сказать, что-то. Не каждый лишь тут, наверное, сразу допёр. Управление под водой просто говённое. Я вот вниз вообще не понимаю, как нырять. Кнопка всплытия есть, а кнопки погружения нету. Блядь, гениально. Он вроде должен на кружок нырять, но он не выполняет нырок. Вот здесь вот он подныривает. И всё. А дальше сам своими грабками греби, барахтайся. Ну, тут ничего нету, в общем-то, интересного. Хорошо, что здесь достаточно светло. Потому что в темноте эта игра вообще не смотрится. То вот темнота тут сделана не совсем корректно. Вот бывают игры, где темнота смотрится хорошо, а бывают, где вот она вообще никак. Твоё мать! Нашествие... Тушканчики! Нашествие грызунов. Раз тут есть споры, наверняка есть и спороносец какой-нибудь. Ничего. Ничего, ничего, ничего. Ничего больше нет, отстой. Нет бы грана. Что? Вот я ни хера сейчас не расслышал из колонок, к сожалению. Но вижу, что здесь можно подняться. И там можно подняться. Вау. Вандерфул. Так, время, наверное, что-то покрафтить, да? Хилочку. Молоточек. Бомбёху. Ну, дымовые я не буду делать. Я не оценил дымовые заряды. Честно, вообще не понимаю, нахрена они. Если стелс, то как бы подкрадывайся. Вот. Если тебя запалили, дым тебе уже вряд ли чем-то. Ну, может быть, поможет. Я не знаю, заново стелс включится или, да? Что там, люди про тебя забудут. Это в Бэтмене только, когда играешь, там дыманул, улетел, и все забыли про тебя тут же. Тут игра не настолько примитивное говно. А Бэтмен это именно примитивное говно, на мой взгляд. Вообще мерзкая игра. Я надеюсь, что... Ну, Бэтмен, слава богу, закончился. Но я думаю, что они теперь нового героя будут культивировать. Уорнер Бразерс не дремлет. Будет игра про Человека-молнию, наверное, или не знаю. Была игра про Айрон Мэна, но она что-то вообще не зашла, по-моему, вообще никому. Так, ну это второй подъем из воды, как я понял, вниз, поэтому смысла нет идти. Ну, честно говоря, вот это больше похоже на какую-то морскую фауну, нежели на зомбоспоры. Чуть-то осветилось. Тут иногда происходят баги графики, типа диван мигающий там какой-то. Да, да, хорош. О, просто щелкунчик. Ну, походу, вниз надо. Не буду ждать. Ненавижу эту хрень. Блядь. Они так-то тоже ждать не хотят. Главный герой достаточно тихо ходит по воде? Хотя Иисус на носочках. Добивай, добивай, чтобы она не встала, нахрен, она нужна. Один патрон. Один патрон, один щелкун. Это щелку... Не, это бегуны, они же бегают. Щелкуны вроде не бегают. Честно, как-то не по себе тут немножко. Из-за их присутствия. Мудрый совет. Как мне выбрать новое оружие? От которого у меня аж три патрона. Стрелять, колотить. Оно уже зомбари валит не так хорошо. С ближней дистанции я скорее опиздюлиться успею. Я тут был. Я везде тут уже был. Тут бы хоть что-нибудь себе под ноги разбрасывать, чтобы помечать, где ты прошел, где ты нет. Потому что все тут какое-то похожее. Блин, ну и тут я был. Ну, бля, я теперь два года буду отсюда выход искать. У меня такое чувство, что... Эти умельцы тут создали локацию, чтобы тут ходить неделю, наверное, надо. Ничего еще нету. Пять болтов нашел. Главному герою найти бы банку среднестатистическую... Железную банку жестяную среднестатистического российского деда. Который всю жизнь туда складывает саморезы какие-то, блядь, гвозди. В надежде, что когда-нибудь ему все это говно пригодится. Наверное, у каждого есть такая банка. Старая добрая советская привычка. Складировать все, что не нужно. Так, ну вот эта комната управления, похоже, здесь явно должна быть ключ-карта. Та-дам! Пропуск для отеля. Спустя 20 лет электронные замки все еще работают. Круто. Технология на века. А у нас, наверное, там в России в это время все еще заниженные тонированные шахи и девятки на ходу. С которой вообще, хочу, станет. Удивительная живучесть нашего автопрома компенсирует его убогость. Бывший мой коллега по работе ездил на своей семерке, когда у него масло было по консистенции в машине. Как, наверное, сливочное, густое просто вообще. Щуп ему туда засунули, вот там чвякнуло, как будто в болото наступили. А ничего, ездят. И колеса стерлись по самую проволоку. По самый корд, простите, это называется корд. Вот хреновина. А что не так-то, ебать? Ну что за хрень? Что за хрень, что за хрень? Света нету, вот что за хрень. Электричество вырубили. Вот я вижу генератор. Надо идти по проводкам, видимо, да? И что? Дальше-то куда? Вот они. Ага. А в нем бензина, наверное, нету. Они же говорили, что нет. О-ло-ло-рашнуть предлагаю. Пипец. Ёб твою мать. Ты вообще нахуй нужен-то. Человече. Пизду. Отличный взрыв, просто ядерный. Бахнуло как надо. Но он даже не провел. Силой мысли открыл. И так же закрыл. Профи, хули? Ну вот и все. Ху. Ну вот и все. Патронов нету. Да, действительно, вот и все, чувак. Вот и все, мы приплыли, блядь. Стрелять вообще нечем. Один патрон я предлагаю застрелиться, пока не поздно. Хотя бы пока есть из чего. Ну, будем надеяться, что сейчас начнется стелс. Потому что вот сейчас это было совсем не стелсово. То есть они тупо набежали со всех сторон. И уже хер, что сделаешь. Благо, что сманеврировал знатно. Удивительно, что не сдох, кстати. Так, а люди, интересно, тоже фонарик не замечают или что? Ну, в сральнике по-любому должен быть дробовик. Так, да, два патрона в шкафу. Теперь мы можем убить себя, Элли, и забрать еще с собой третьего пассажира на тот свет. Блядь, он заебал. Писал бы хоть, что у тебя есть бутылка. Я же не помню, может, я выбросил. Тут бы немножко хоррора не помешало. Что это такое? Это верстак. Верстак, на котором только краски и лежат. Но, тем не менее. Скорость перезарядки можно прокачать у револьвера. Но, поскольку все патроны, какие я нахожу в основном на револьвер, почему-то. Прицел. А если я прокачаю прицел, что будет? Бронебойность. Может, она шлем сможет сломать. Не очень-то интересно. Дальность, хуяльность. Отдача и скорострель. Ну, давай. Да нахер дробовику скорострельность. Боже мой, какая глупость. Емкость, скорострельность. Давай пистолету скорострельность качнем, может. Хоть как-то пригодится. Вообще, элемент крафта, конечно, в этой игре. Штука приятная, но не самая нужная, по-моему. Куда лучше кобуру себе скрафтить еще одну для длинного оружия. Она крафтится, по-моему, здесь, да? Скорость лечения, скорость создания предметов. Но скорость создания предметов, это вообще пипец. Это то, что вообще не нужно. Потому что, а это что такое? Ага, крафт, да. А где что-то, а где кобура-то создается еще, что-то не понял. Начнем. Да, а вот. Ах ты сука, 75 деталей нужно, чтобы кобуру... Ёптать. В Ассасинс Блэк Флаг, чтобы сделать кобуру, надо было тюленя убить. Из его кожи сделать кобуру. Ой, Фар Край, то же самое. А тут прям вообще. Детали какие-то, шестеренки, для чего? Это как в Alien Isolations, для коктейля Молотова надо, блядь, сенсоры какие-то найти. Господи, коктейль Молотова самая простая херня, по-моему, вообще в жизни. Ее придумать много ума даже не надо было. А там сенсоры, вообще, ну, посмотрите, какой. Какой прошаренный у нас коктейль. Так, так, это что там такое? Убал! Кончай его! Ага. Готово! Они местность зачищают. Супер! Тебя не покусали? Нет пока. А тебя? Так я и признался, скажи. Ладно. Разделяемся и идем дальше. Вдруг какого урода не заметим. Он должен пойти вот в эту комнату, а я должен его снять, потихо, я думаю. Нет. Не пошел он в эту комнату, а зря, зря. Странно, что здесь при таком стелсе нельзя трупы прятать. Это как бы прямо просится. Немножко сплинтер села добавить. Ооо, шесть патронов. Игра, видимо, заметила такие, что мне стрелять уже нечем. Как это мило с ее стороны. Ну, я думал, вдруг бутылки с алкоголем. И бы алкоголь не помешал. О, идет еще один красавец. Быстровато, что он идет. Как он его вообще сгробавил. Видимо, главный герой в миру был неплохим чемпионом под зюдо, ептась. Такие захваты мочит. Владимир Владимирович бы одобрил однозначно. Продвижение такое. Такое продвижение спорта. Ага, черномазый остался. Черномазый, сука, живучий. И еще какой-то непонятный чувак. Ох, пизда, мне чувствую. Блядь. Боковое зрение проверил, нормальное. Зрячий чувак, зрячий. Сдохнуть-то не пора. Сука, ничего он вынес. Сам Иисус бы столько пуль не выдержал. Перезарядил? Нихуя. Значит, скорость перезарядки тоже не мешала бы прокачать. Интересно, а дамаг у револьвера выше или ниже? Так, нихт, нихт. Надо бы ему кирпич в голову бросить, может, умер бы. Ну, тут, походу, нужна лестница, которой тут у меня и нету. А что это такое? Ага, труба моя. Так. Что-то не помню, а как залезть? Может, он подпрыгнет? Может, тележку надо какую-нибудь прикатить? Тут нет ни тележек, ни тем более лестниц. А наверх как-то надо. Сау? Может, мне надо вообще не сюда? Ну, да, куда-то, да. Обратно, что ли? Кто-то щелкуны там порадуются. Скажут, дурачок, не догадался себе кресло, блядь, подставить, или стол подвинуть, или стул, блин, и что еще легче? Блядь, серьезно, ебаный насрать, как идти-то куда? А, вот она валяется прямо здесь. Я просто не ожидал такой щедрости, что лестница будет лежать прямо здесь же под ногами. Господи, какая глупость. Я так и знал, что он сейчас по игру получит. Я знал, что когда-нибудь он долазится по этим лестницам. Наш противник черный, это хреново. Все знают, нигеры отлично умеют драться. Что бы там ни говорил, дядя Рука. Угу. Он в грязной луже увидел пистолет, а негр сверху пистолет не увидел. Хотя тут воды, блядь, 20 сантиметров. Да ладно. Она его вальнула. Да ты, я вижу, не паришься по этому поводу. Эль, ты беременна, походу, нет? Хрен на тебя лысого, женщина. Надо идти дальше. Так идем. Так идем. Блядь, да поставь ты ее. Откуда она пришла, мне интересно? Да, конечно, женщина не получила никакой благодарности. Соплячка чертова. Донт вори. Не волнуйся. Мы хорошо позаботимся о ней, да? Бери Декстера. И вали к своей маме, видимо, Сара. Здесь небезопасно. Джон, зачеркнутое написано. Не волнуйся, мы о ней хорошо позаботились. Или позаботимся. Моё знание английского возрастает с каждой серии. Вообще, мне бы репетиторшу такую с секси-шмекси, чтобы, знаете, систему поощрений, там, эротичная система поощрений, как в комедии с Адамом Сендлером, ни больше, ни меньше. Не, ну а чё? Самый действенный, сука, способ. Питьевые фонтанчики на разной высоте. Смотрите, как продумано всё. Мы должны выбраться отсюда. Найти мост. Главное понять, как. Ай, как же достало. Что тебе достало-то? Всё достало-то. Эли, тут туалет, ты посикать не хочешь? Нажимай, какая девочка, надо о ней заботиться. Что? Тут всё зачищено, что она так смело ходит? Даже я в присядку хожу. А у меня всё наше оружие. А, чё такое? А, опять. Тут кто-то из Цикады какал, наверное. Можно посмотреть на его значок. Колби Рид. 232-я Цикада. Ни хрена, на ней расплодились. Кто-то говорит, что на самом деле группировка называется Светлячки. Что, типа, Цикада это неправильный перевод, ну. Светлячки это название, блядь, для женской команды каких-нибудь бойс... Гёрлскаутов. Ну, никак нельзя террористические группировки, которые борются за мир во всём мире без зомби. Ну, как террористические? Они не террористы, типа, они хорошие, но они идут против режима, поэтому они уже террористы. Холодное оружие получено. Что? Справочник по холодному оружию, том 1. Повышение надёжности холодного оружия. Узлы. Правильные выборы техникоплетения узлов имеют огромное значение при закреплении ударной части на рукояти. Ну, вообще-то, чё, никого. Нихуа-хуа. Блядь, изоленты нет. Нахрен мне эти крепежи без изоленты. Блядь. А эти бандюги нихреново тут устроились, надо заметить. Что-то он подобрал, похожее на кокаин, но это сахар. Ух ты, зацени. Что? Это задник. Люди фотографировались на его фоне. Задник. Да, я знаю, что это. Да ты чё, ты такая умная. Ясно. Но ты хочешь что-то сказать? Я и не думала делать, что мне в голову взбредёт. Просто тебя долго не было, и я подумала... А вдруг с тобой что-то случилось? Ты, конечно же, всегда прав. Зачем об этом говорить? Проще уйти. А, я должен был ей что-то ответить? Может, с этой штуки можно залезть? А может, на ней можно сыграть? Талант. Просто Мацуев. Взяли. Чёрт. Тяжеленная штуковина. Она на колёсах. Чё ты плетёшь? Да, откуда столько силушки-то богатырской, что толкнули аж? Пошли. То вообще сдвинуть не могли-то. Бля, вообще. Чё-то мы долго по этому отелю ходим, бродим, и вообще чё-то. Смысл этого уровня не очень улавливаю. Это как бы, ну, не очень интересно. Целый час бродить по одной и той же локации. Я уже думал, жареная куриная нога лежит. Ура! Заставка, значит, конец уровня, да? Чёрт. Сейчас мы Элли дадим винтовку, да? И скажем, Элли, давай, убивай людей. А как же я? Сиди здесь. Ну, это же тупо. У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Если не будешь мешать. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Ну, из винтовки я уже стреляла. Только по крысам. Крысы? Ну, крысы, они меньше человека. Короче, общий смысл тот же. Пневматика. Ты стрелял из пневматики по крысам, бессердечная дрянь? Отдача тут гораздо круче, чем у любой пневматики. А ты не боишься, что они начнут отстреливаться, а она сидит за какими-то картонками. Очередью по балкону пройдут, и нету, Элли. Кстати, странно, что они тут забыли. Ути-пути, блядь. Они забыли тут своего стрелка и винтовку. Причем, стрелок давно уже увявший. Ой, ну ты сама крутизна, бля, вообще. Чего вопишь-то? Отдыши. Кого убили? Весь отряд. 76 парней. Какой-то гребаный турист. Всех до единого. Боссу-то... О, ладно, я в плечо попал, а он умер. Получи, свою мать! Какое слабое здоровье было у этого. Он там! Здесь! Воина Армагидона. Ой, хорошо, в лобешник прилетело. Или кого-нибудь грохнуло, или что она там сидит-то? Я что-то не слышу ее выстрелов. И раз... О! Ох ты, сука, блядь, хитрожопая. Блядь, надо хиляться. О, она ему прям в очко, видать, попала. Ух. Блядь. Неловко чувствую, но, походу, Эли стреляет лучше, что я... Эли, блядь. Да. Видимо, мы в ее мертвой зоне. Либо и просто на меня насрать. Да, или, блядь, на тебя понадейся, еб твою мать. О, тут чекпоинт был. Ну, как отлично. Он здесь! Держи его! Что, неужели кто-то не знает, где я? Там на балконе стрелок, но Эли, блядь, вообще похую, походу. Охуенно, вообще. Хитро, они меня окружают. Отлично, вообще. Не, вон, она по нему там что-то постреливает. Нет, нет. Не то, чтобы это было как-то эффективно. Я тебе дам. Тоже крысы. Если выпадут патроны, я тоже хотел бы поучаствовать в этой перестрелке. Блядь, он все еще на балконе. Вот это снайперский выстрел. Вот к этому чуваку я не пойду без патронов. Четыре шины, блядь. Что у машины? Против лома нет приема. Как ты лезешь? Сука, я же отошел. Ой, хорошо. Господин поджигатель? Ой, хорошо. Ой, блядь. Ну где патроны? Почему они не падают? О! А я буду лут собирать. Вообще, я первый нажал на кнопку удара, блядь. Ну, видимо, у него реакция, как у Тайсона, блядь, в юные годы. Все, спускайтесь. Спускайтесь, Элли Сергеевна, да? Ну, походу, она, блядь, людей навалила там просто кучу. В играх есть две женщины теперь, которые не церемонятся. Томбрайдер и Элли. Ну, как я? Пистолет ей даст теперь. Вот, возьми. Ай, вообще, молодец. Тебе по размеру. Шумный сверчок. На самый крайний случай. Ага. Ай, мими. Он на предохранителе. Умеешь снимать с предохранителя? Умею. С предохранителя. Помни, это не игрушка. Ты должна... Джоэл, я понимаю. Ладно. Когда вынимаю. Ёпты, слушай, что взрослые говорят. Чё за мода перебивать? Опять кафетерий. Опять сахарочек. Может, надо было с помощью дымовых гранат пройти? Дымовых-то гранат до хрена. Вроде как. Так, ну всё. Можно опять хилку крафтить. Фу. Я смотрю, изолента стала просто раритетным лутом. Хер найдёшь. Чё у них? Неужели, блядь, изоленты мало? Оу. Ещё туристы. Чё они их тут вялят, что ли? Не знаю. Они их жрали. Записка о цикадах. Цикады нам больше не нужны. Может, они и развязали войну, но главную работу сделали мы. Это наша кровь пролилась на улицах. Я не собираюсь освобождать другие города. Пусть они сами собираются, борются за свою свободу. И я точно не стану выполнять приказы какого-то командира с другого конца страны. Ещё до того, как закончится бой, мы от них избавимся. Это наш город, наш народ. И чужие вожаки нам не указ. Вожак цикад на другом конце страны? Вы чё, серьёзно? Это мы туда будем добираться, что ли? Чё-то до хера делов, по-моему. Бля, в этой нищей кафешке вообще ничего нету. Сука. Неужели никто не заказывал пожевать изоленты? Мне изолента пипец как нужна. Я хочу дубину скрафтить с ножом. У меня они теперь крепкие, по два удара держат. А вдруг щелкуны пойдут? Чё? Кирпич? Нахер мне кирпич? Щелкуны косяком пойдут, а мне их и зарезать нечего. Да, отстой. Дон Флотчи. Дон Флотчи. Сабс. А, ну это и есть, это нищая кафешка, где нихера нет. Дон Флотчи, блядь, пипец. Наверное, он людей голодом морил. О, крыски жареные. Где-то я всё это видел уже. Всё, борода, ничего тут нету. Но больше всего тут нету патронов. Патронов изолент нету особенно. Пыхтит-то, блядь, как семидесятилетняя. Ну, ни хрена ты, Самсон. Да, хорошо придумано тележку подставить под эту хрень, а если она хрустнет. Какая-то записка непонятная. Ну, это тряпка, наверное, я так понимаю. Помоги открыть. Да, конечно, блядь. Ну, как так-то? Он еле держит, ёптую мать. Пиздец. Я понимаю, что условности, но по идее должен был он приподнять и сказать ей, чтобы она тележку вытащила. Пипец вообще. Еще таблетки. Ну, верстаки, что-то они слишком часто стали ставить. У меня уже шестеренки не успевают накопиться. О, для длинного оружия. Сойдет. Теперь надо выбрать для какого именно. Лук? Лук и винтовка? Черт, прыгнись, прыгнись. Офигенно. А, вон они... Хе-хе, на капоте кого-то катают. Это безумный Макс уже какой-то. Телку добили. Да в жизни бы бандосы ее не убили. Хоть что-нибудь. Ну, по крайней мере, до того, как... Нет. Ботинки стареют. Оттеребонька либо... Ничего приличного. На. Пошли. Что ж. Хуйня какая-то, господи. Боже. Ничего мы не могли сделать. Я знаю. Просто... Нет, мы могли бросить коктейль Молотова в этот Хаммер. Надо идти к мосту. Ладно. В войну коктейли Молотова танки сжигали. Но, в принципе, люди бы вряд ли пострадали. И, скорее всего, в этой перестрелке мы бы уже не выжили. С тремя патронами. Где ты там бормочешь, ептать, Джоэл, охотники? Лучше бы... Прикрой! Блядь. А я не знал, что у меня нет здоровья. А, вот он мне столько просто снес. Осталось найти двух поганцев из пикапа. Лучше бы в том пикапе были солдаты. Вот так идет, как будто знает, что я здесь. Черт! Черт! Справа! Джоэл, давай! Я тебе пистолет для чего дал, ёб твою мать? Чтоб ты у меня орала, что они справа, блядь. Видишь, стреляй. Нахуй не нужны. Справа, а не слева. Мне какая нахуй разница? Я пока стиком повернусь. Опиздюлюсь уже четыре раза. На самый крайний случай, блядь. Нахуй нахуй крайний случай. Ты пистолет дал застрелиться, что ли? Когда зомбаки окружат, и уже будет хороший шанс, что съедят живьем. Тогда, да, ты нас убьешь. Вот тебе пистолет. А когда на нас бандиты нападают, по ним не стреляй. Ты чего? Ничего себе. Патроны еще тратить будешь вообще. Сука, Джоэл такой пиздюк. Жадный до патронов. Что за кино-то тут рекламируют? Down of the Wolf, часть 2. Падение волка. Не знаю, что это за кино такое. Обложка похожа на фильм Волк с Джейсоном Момо, но, блядь. Я сомневаюсь, что это дерьмо рекламировали. Хотя черт его знает. Да, но фильм дерьмо, конечно. Редкостное вообще. Спасибо. Да, растяжек тут от души. Нарастягивали. Ну, нахрен мне их разминировать. Зачем они нужны? Нет надежды. Парни и девчонку поймали? Какая хрень вышла. А мы парень и ребенок? Так, ну я думаю, что два тупых подойдут поближе. Что это за хрень? Да, да, там что-то было. Да, да. Базарю там что-то было. Да. Да. Хоть бы хуй. А вот со второго выстрела уже другой. О-о-о. Элли, делай что-нибудь. Естественно, первый удар Джоэл пропускает. Потому что, блядь, эльбанат. Уточный. Вот и патроны наконец-то выпали. Боже мой, какая радость, блядь. Когда мне уже вообще нахуй стрелять нечем, они начинают падать, блядь. Отлично, ебануться. А до этого, блядь, ну их вообще не найти. Вот вообще, блядь, их тут нет. Пиздатый шутер. Просто охуенный. Кого он видел-то? Так, настало время, блядь, гранат Бэтмена. Лоск, да, хорош. Стреляй. Вот сейчас стреляй, блядь, пока он стоит. Ёб твою мать. А сейчас он с одного всё-таки сдох. О, чёрт! Получи! Чёрт! Сбоку! Насюду. Пиздец, сколько их тут. О, во, во, во. Откуда у меня столько патронов дробаша? Фути. Тварь косая. Блядь, дробовик вообще нахуй. Чем стреляет-то, ебану? Солью в натуре. Прикрывай! Ясно! Ой, блядь. Нормально. Дробовик, походу, здесь оружие чисто против щелкунов, но... Когда вообще стрелять больше нечем. Зачистка города закончена. В отеле пряталась кучка уцелевших солдат. Мы с ними разобрались. Другая группа проверила армейскую базу. Точнее, то, что от неё осталось. Тяжёлая техника разбита полностью. На танке нам покататься не светит. Я знаю, ты здесь! С артиллерией то же самое. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нахуй надо. Некогда читать это говно. С чем он там вооружён? О, чёрт! Да, конечно. То, блядь, трубой надо десять раз по голове ударить, чтобы он умер. То с колена один раз. Что? А, да. Комиксы эти. Причём тут комиксы? Пойду проверю, чё там напротив. Ну, в основном, нихера туда даже не пройти. Окей. Чё ещё? Это почта, что ли, или что это? Федеральное что-то там. Ой, да ладно, что, неужели изолента выпала? К счастью своему не верю. Давненько что-то мне не попадалось. Дверь, которая ножом сковыривается. Там обычно много ништяков лежит. Вот так. Прочность ножа удвоенная. Не сказывается на открытии дверей. При открытии нож всё равно ломается. С какой прочности он не был. Как интересно. Ну, бляха, давай сахар трать. Будем собирать. 50 запчастей, ничего себе. Ну, 50 запчастей. 50 запчастей, это прям вот, прям прокачать можно навык какую-то, пушку какую-то. Так, ну, тут, походу, надо Элли подсаживать. По-другому здесь никак. Сюда, сюда, Элли. Элли, вти, да? Давай! Вот так. Смерть ради свободы. Смерть для свободы. Что это такое? Непонятно, как куча гопников могла убить военных, которые, судя по всему, приехали на БТР. Как-как-как-как-как-как-как-как-как. Или Молотова, конечно. Скоро придём. Да, скоро придём, блядь. Через годика, через пол. Ещё полгорода идти окольными путями. Вон ещё! Вон ещё люди, или что? Везде эти плакаты. А, плакаты. Давай свернём в переулок. Опять этот долбаный броневик. Главное, не высовывайся. День. Холодно. Десять. Туплее. Ну, не знаю, вот. Долбанный броневик. Говоришь. Отжать его, интересно, не судьба? Нам бы пригодился. До самых цикад бы доехали на этом трофее. Мы на него с Рейбаном откнулись на теле. Добыть здесь пополам. А не про тухло? Когда откроешь? А что? Так я тоже хочу. Не сомневаюсь. Эй, я же спас тебя от щелкуна. Я подумал. С кем они, блядь, разговаривают? Я оставить тебя подыхать. Да ладно, будет тебе тушёнка. Только прекрати фигнёй страдать. Надеюсь, она не тухла. Ты чего это задумал? Из чего они по нам пойдут? Не лови с пулемётной башни, прыгни! Ну, поэли-то они не попадут, потому что нет. А вот мою жопу могут изрещатить. Так, на второй этаж? Нет. Тут мы вошли. О! Ещё один клиент. Ну, я тебя найду, сволк! Нашёл? Оооо. Больно, блядь. Так, и что делать с этим джипом, блядь? На туре коктейль молота у него надо бросить, что ли? Ну, блядь, жалко, конечно, на такой эксперимент. Да. Супер. Прям наказал. Ван, беги. Урона почти не наносит, кстати. Видимо, мне надо найти здесь противотанковое РПГ, блядь. Блядь, то с одного, то нахуй с двадцать одного. Рандомный разброс картечи. Не всегда удаётся сделать хэдшот. Ни хрена, тут ни хрена, тут ни хрена. Херак. И по съёбам. Всё равно, блядь, меня попали по жопе. Говно ёбаное. Ну как в упор, блядь, от дробовика, они просто не отлетают, а? Оооо. Напряжённый, напряжённый, напряжённый уровень. Блядь, жалко, как Тельмолтова потраченный, конечно, на этот джип. Но там такие дыры были в амбразуре, что... Он просто должен был вспыхнуть. Реализма в игре недостаточно. Оказалось. Отвлеки его. И что ты сделаешь? Вросишь Коктейль Молотова. Вот отсюда, вот отсюда, наверное, Коктейль Молотова влетит туда. Удачненько, да? Кажется, оторвались. Да, чё-то у тебя футболка в кетчупе перемазана, чувак. Ты, наверное, хот-дог неаккуратно ел, да? Оу, еэ. Блин, так мы будем броневик уничтожать? Или пусть он дальше ездит, расстреливает людей? Там кто-то упал головой на гудок, что ли? Опа. Конечно, в глаза там долбятся, наверное, все. Командир этого танка не прокачивал себе, наверное, дальность обзора. Черномазые нападают! Восстань обезьян! Бросок дзюдо! На, по печени! Стой! Стой! Джоэн, стой! Смотри! Набуцкал ему. Убери руки! Второй черномазый. Как правило, с пушкой. Не стреляй! Они нас не тронут. Убери пистолет. Да-да, делай, что он говорит, обезьянка. Ты бьешь. Но я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. А ты из тех, да? И тут она. Из Куклукс-клана. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь? А, фигня. Мудро. Ты тоже своему пистолет дал, да? Он сам. Ну, а ты, как я понял, Джоэл. Элли. А я сколько с вами? Все умер. Эй, может, еще и нет. Да, ну, скорее всего, да. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город. За припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе. Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасно. Она права. Мы можем по ночам ходить в разведку беспалевно. Правда, белую майку придется снять. Да, но поведут они нас уже в следующей серии. Потому что, ну, час, я уверен, уже прошел. Так что чай, жмите, чай там. Пишите и все дела. Откуда? Из самого Хартфорда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова